всем привет вы на канале повезушки с танюшкой сегодня у нас второй день недели стартов а это значит что я приступаю к началу новых процессов долго я сегодня думала что начать один процесс который я буду вязать сегодня крючком уже был известен еще вчера вчера я думала что хочу начать шапку для мамы но сегодня утром передумала и начала все-таки размышлять чтобы мне начать хотя у меня процессов в хотелках много но нужно было остановить свой выбор на не очень сложном изделии но тем не менее все изделия которые я планирую вязать нужно записывать по ним мастер-классы вернее не нужно я планировала записать по ним мастер-классы по некоторым изделиям я вообще обещала девочкам мастер-класс поэтому поэтому решила все-таки начать с такого не очень сложного процесса но тем не менее тоже нужно будет сделать какие-то расчеты и конечно записывать вступительные части мастер-классов и все показывать на камеру как всегда и подробно записывать для вас мастер-класс но ничего я надеюсь что я с этим справлюсь даже если я провяжу сегодня всего лишь пару рядов это будет отличным стартом потому что начинаю я записывать вот это видео когда отправляю уже всех детей в школу когда у меня дома тишина и сейчас уже практически час дня ну и к шести нужно успеть что-то повязать и выложить отчет то есть смонтировать видео поэтому не обижайтесь на меня не судите строго что я вижу мало потому что действительно когда выпускаем видео каждый день на одно видео уходит около полутора часов чтобы его снять смонтировать и опубликовать на канале это неделя стартов поэтому главное начать а потом уже процессы полетят как по маслу и на следующей неделе в своих влогах я уже буду показывать вам более или менее уже хорошее продвижение и так чего я сегодня буду начинать свою работу вот из такой красивой пряжи многие знают что у меня есть мастер-класс по джемперу для меня я вязала из этой пряжи себе джемперок регланом снизу вверх сейчас я планирую из этой пряжи связать джемперок для своей доченьки но планирую связать сверху вниз потому что ребенок растет и для того чтобы в дальнейшем можно было подкорректировать изделие распустить рукавчики надвязать низ изделия надвязать я решила все-таки вязать регланом сверху вниз это будет обычный джемперок не знаю будет ли на нем что-то выше то может какие-то цветочки в технике рукоко либо же просто вышивка по петлям может вообще ничего не будет буду советоваться своей доченькой как ей будет больше нравится но она меня попросила уже давным-давно такой джемперок потому что ей понравился мой джемперок по ощущениям он очень нежный мягкие это пряжа на к париж у меня она такого классного розового цвета достану один моток потому что все равно планирую уже начинать вязание так цвет номер 105 10 в 100 граммах здесь 245 метров рекомендуют спицы номер три с половиной четыре и в составе этой пряжи 60 процентов полиамид и 40 процентов акрил пряжа на к париж очень девочки нежная как котенок пушистая мягкая я думаю что изделие будет из него очень супер ска потому что я свой джемперок ношу не снимает куда выезжаю например в поликлинику либо на рынок я всегда его одеваю он и тепленький и мягонький и приятный к телу и ну я не знаю мне очень нравится кто не любит синтетику конечно вяжите из более натуральных состав сегодня я образцы вязать не буду потому что у меня уже связан на меня джемперок единственное что я вязала свой джемпер на спицах номер четыре все основное полотно и резинку я хотела чтобы мой джемпер был удлиненный и больше походил на тунику нежели на джемперок а дочки будет все-таки более похожий на джемпер поэтому я возьму на резинке три с половиной основное полотно буду вязать на четверочку я думаю что в 3 ма . я вложусь потому что на мой джемпер ушло чуть чуть больше чем 4 ма . поэтому на дочин я думаю хватит и 3 но будем смотреть потом по моим результатам сегодня начну делать расчеты то есть мне нужно записать мастер-класс поначалу вязания то есть как рассчитать петельки как рассчитать реглан ну и и основное это начать вязать росток то есть сначала начнем с горловины дам свяжем резиночку потом росток вывяжем и уже потом реглан вот эти все расчеты главное дать начать вязание ну и дальше реглан можно будет вязать до нужной длины вот у меня на сегодня в планах хотя бы связать горловину и вывязать росточек будем стараться это сделать ну и второй мой процесс крючковый как я и говорила мне нужно начать еще две игрушки поэтому сегодня я начинаю игрушку завтра может и не начну послезавтра может начну еще последнюю игрушечку то смотреть по обстоятельствам потому что мне нужно еще довязывать то что я начала до этого приготовила я пряжу разных составов вот такая пряжа yarnart джинс цвет номер 67 она очень толстая пряжа но не знаю как пойдет у меня просто желтый цвет вот такой более нежный один в наличии и я его покупала для зайки но я думаю что мне хватит на рубашечку зайчику связать из остатков эта пряжа пойдет на волосы буду вязать снегурочку вот такая пряжа голубого цвета это слонимская пряжа здесь 200 метров в 50 граммах здесь 160 метров поэтому мне придется либо же складывать нитку в 2 потому что для вязания рекомендуют взять крючок номер два с половиной посмотрю может все буду вязать на двоечки вот такая пряжа у меня есть в остатках это пряжа такого телесного цвета именно на лицо снегурочки вот это будет у нее пальтишко серые валенки это пряжа вообще неизвестная вообще-то у меня есть там два моточка с этикеткой но я как взяла вот этот моток так и не посмотрела что это за пряжа ну и на обвязку опушек вот такая пряжа yarnart happy буду обвязывать вот это пальтишко наверное там нужно будет шапочку вязать ну надеюсь розовый уберу что-то синему все дает надеюсь что сочетание вот таких цветов будет красиво смотреться на снегурочки сегодня первый этап нужно связать это ножки и ручки и потом отправить мастеру и она отправит мне вторую часть мастер-класса я все-таки решила сначала довязать все части всех игрушек а потом выделить определенный денек 2 и для сборки этих всех деталей и затем еще нужно будет от фотографировать красиво и отправить мастерам для того чтобы они уже потом определяли победителей ну и все в этом роде ладно девочки пока у меня на этом все пойду вязать и через пару часиков встретимся с вами я покажу что мне удалось связать и так прошло пару часов на часах у нас уже пять часов и я покажу вам результат своей деятельности за эти несколько часов с перерывами конечно же на обед туда-сюда схождением по квартире хочется конечно повязать больше но и устаю как-то я чаще чем раньше но тем не менее своим результатом на сегодня я довольна вечерком еще наверное повяжу связала я резиночку для джемпер очкам для доченьки провязала 12 рядов делала я кстати сегодня расчеты поэтому на расчеты тоже уходит достаточно много времени сняла все мерки написала плотность вязания рассчитала сколько петелек мне нужно набрать для начала провязала 12 рядов и рассчитала уже все петли на росток и реглан осталось мне посчитать сколько в длину мне нужно будет вязать реглан и сколько по итогу должно получиться мне петелек по обхвату талии и по обхвату для рукавов сколько я петелек возьму на подрезы ну это уже чуть позже сначала я запишу мастер-класс по вывязыванию ростка и затем уже продолжу вязание сегодня конечно мастер-класс я уже записывать не буду потому что уже поздно и сегодня мне нужно еще заняться своим совместным проектом краски осени 3 мне нужно доначислить бонусы и начать подсчет баллов суммировать все и вывести итоги ладно сейчас мы о этом совместном проекте поэтому показываю что начала вязанием кстати вяжется очень классным пряжа такая нежная мягкая хочется ее трогать приятная на ощупь и соответственно вязать приятно взяла китайские спицы потому что спицы от один и спицы от чага у меня с короткой леской сейчас заняты и вот эти спицы китайские я часто использую для вязания шапочек 42 сантиметра это отличный вариант для вывязывания горловин и для вязания шапочек это мой первый процесс которая сегодня начала и как я и говорила я начала вязать второй процесс крючковый это игрушка будет снегурочка связала вот две ручки то что было дано в первом этапе я все связала и начала вязать ножки вот на таком этапе завершился первый этап то есть две ручки две ножки сейчас буду отправлять вот эту фотографию мастеру получу вторую часть и продолжу сегодня скорее всего вязать этот мастер-класс хотя хочется и прошлые игрушечки повязать большие процессы соответственно вязать у меня по вечерам не получается надеюсь что получится большие процессы повязать в субботу и воскресенье ну и потом уже воскресенье покажу вам свои начатые все процессы расскажу что мне удалось повязать кстати у меня получится не 5 процессов она много больше да потому что я начинаю один процесс спицами один крючком поэтому мне немножко сложнее приходится разделять время и на спицы и на крючок хочется и то и то и получается по итогу ну чуть-чуть здесь чуть-чуть там ничего на следующей неделе если на это не успею тогда наверстай ну и в принципе пока все завтра третий день старта до нужно будет начинать еще что-то новенькое поэтому с вечера уже буду планировать что я буду вязать хочется очень много всего на по начинать но буду все-таки делать какие-то выводы что мне нужнее то и буду вязать в данном совместном проекте очень многие девочки записали видео вчера по старту по первому дню я к сожалению еще не успела многих посмотреть обязательно займусь просмотром нас очень много очень интересное видео девочки снимают поэтому вбиваете в поиске в ю тубе сп недели стартов соли на ищите все видеоролики и смотрите будет очень интересно найдете себе новых youtube блогеров подпишитесь я думаю это здорово новые знакомства новое общение новые какие-то фишечки у каждого блогера поэтому смотрите и подписывайтесь но на этом у меня все увидимся с вами завтра как всегда ставьте пальчики вверх если вам понравилось это видео пишите комментарии и пока пока